Находясь в панели редактирования, нужно выбрать в качестве шаблона Elementor полная ширина. Сохранить изменения. И вот наверху кнопка есть редактировать в Elementor. Кликаем. Запускается редактор Elementor. Вот он открылся. Вот это превью презентации текущего состояния страницы. Слева это панель. Во-первых, нужно нам название страницы добавить. Плюс кликаем. Для того, чтобы добавить. Смотрите, сейчас расскажу, как все устроено. Слева вы видите виджеты. С помощью виджетов мы наполняем нашу страницу. Но для того, чтобы использовать виджеты, нужно определить макет. Во сколько столбцов делать? Во сколько строков, во сколько столбцов? Первый блок у нас будет на всю ширину в один столбец. Это будет заголовок. Кликаем по плюсу. Выбираем ширину в один столбец. Плюс вот сюда для добавления макета. Для добавления виджета. И вот заголовок захватываем. Заголовок и просто переносим сюда. Здесь мы из большой буквы вводим по магазине. Выравниваем здесь по центру. Переходим в стиле. Цвет текста делаем черным. Типографика. Семейство. Выбираем шрифт. Оригерия. Самый классный шрифт здесь. И размер вот такой. 38. Все. Здесь все. Далее. Сейчас закликнем. Следующий по плюсу кликаем. Выбираем два столбца. И влево вот сюда. Мы должны найти. Нам нужно ставить слайдер. Это наш смарт слайдер. Для этого в поиске виджета. Вот здесь на тиске раскладки. Я ввожу смарт. Вот он этот виджет. Переношу сюда. И выбираем вот этот вот. Наш слайдер. Insert. И что-то, что-то у нас, что называется, пошло не так. Мы обновляем. Во второй вкладке. Smart слайдер. Во второй вкладке нам нужно вернуться в нашу консоль редактирования, где мы создавали слайдер. Давайте в конце. Вот тут смарт слайдер. Вот он слайдер наш. Редактировать. Сейчас нужно размер посмотреть на его. Макет. Видите, он пишет во всю ширину. Давайте попробуем бокс от сделать. Давайте сохранить. И обновляемся здесь. О, теперь другое дело. Ну, просто бокс от, ну, но не явно, что это. Бокс от, это наоборот, рамочки такие выпуклые. Ну, ладно. И сюда вправо мы вставим текст. Кликаем по плюсу. И тут есть, видите, текстовый редактор. Вставили текст. Я текст скопирую. Вот. Так, мы это сделали. Теперь в стиле. Цвет текста черный. Ну, так же все. Типографика. Ну, вот, вполне вот такой можно вызвать. Вот, вполне-вполне по центру. И вот так, кстати, можем управлять шириной. Кстати, вот здесь, для того, чтобы редактировать этот виджет, вот, наводим карандаш, кликаем, расширенный, отступ внутри, проценты и по одному. Вот так вот, два. Отлично. Дальше мы вставляем секцию с преимуществами. Выбираем тройную вот такую колоночку. Внутри колонки. И сюда плюс кликаем. И нам нужен и нужна иконка с текстом. Иконка с текстом. Вот иконка с текстом. Вставляем описание. Так, теперь вставляем заголовок я беру. Сюда кликаем для выбора иконки. Она у нас называется будет чек тип вид иконки обрамленная или вписанная. Вот вписанная пусть будет. Теперь в стиле. В старостепенный цвет вставляем черный. 15 размер. Тридцатку вставим. Основной цвет. Вставляем цвет наших всех выделений. Черный. А ну-ка, давайте я все-таки на другую иконку поменяю. Вот на такую. Во. Отлично. В стилях иконку мы сделали. Сворачиваем здесь. Содержимое. Здесь по центру все, да. Заголовок. Заголовок должен быть у нас оранжевым. Скорее всего, такой же. Его, причем он должен быть со шрифтом. Алигерия. Размер его должен быть 25. А содержимое. Так, а описание должно быть белого цвета. Типографика семейства. Сейчас я по поиску веду. Я так не помню, где его искать. Элдридж. Давайте 18 поставим пока. И смотрите, теперь нам нужно... Давайте сюда по карандашу кликнем. В расширенный перейдем. Фон. Тип фона классический. Выбираем цвет черный. Отлично. Теперь выпуклость нужно сделать с помощью границы. Тень. Давайте черный сделаем. Или оранжевый отлив. Вот оранжевый. Пусть чуть-чуть отлив будет. И в расширенных отступ внутри на проценты переходим. И со всех сторон по 2%. Нет? Много? По 3% должно быть. Ну, кстати, я тут немножко не согласен. И давайте шрифт у описания. Содержимое. Вот здесь типографику. Не 19, а можно 15 сделать. 16. Вот 16. Вот так хорошо. Чтобы это все не повторять, просто на карандаш правой кнопкой мыши копировать. И вставляем в остальные все делаете. Кликаем на второй карандаш. Теперь можно здесь менять. Гарантия возврата. Дальше описание вставляем. Вот. И теперь третий. Сюда. Заголовок копируем. Справедливые цены. Описание. Загружаем. Хангом называется. Ханг. вот так вот теперь нужно вот под регулировать размеры вот такими вот переносами вот пожалуйста можно вот так вот все это сделать обновляемся и теперь нужно вставить нам информацию о доставке оплате можно заголовок скопировать сюда вставить точнее не сюда он не что оставилось давайте удалим не так я сделал нужно секцию всю скопировать и после этой секции вставить то есть я после секции после которой нужно вставить на правой кнопкой мыши на 6 кнопок вот этих на 6 точек он вставляется внизу теперь кликаем здесь по карандашу и с большими буквами доставка и оплата точнее давайте по-другому сделаем здесь просто доставка и про 6 кнопок дублировать а здесь оплата варианты оплаты а здесь варианты доставки и теперь у нас получается и давайте скопируем вот этот блок копировать ставить и еще вставить вот так вот давайте первый вариант это бесплатная доставка здесь должны написать с вами что-то типа при заказе очень полторы тысячи рублей каждого чикаго я типа вот так вот бесплатный при заказе сюда кликаем самовывоз самовывоз здесь мы пишем далее иконка можно подгрузить вот так вот и следующий вариант доставки курьером 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 или следующие три варианта ну проще вот этот номер записать при заказе от полторы тысячи рублей вот так вот при заказе так следующий вариант транспортной компании но эту давайте как же так следующая почта россии кстати вот сюда постоматов здесь вот так вот можно чего-нибудь типа такого поставить почта россии так отлично сохраняем изменения три варианта оплаты давайте скопируем этот блок и вставить сюда 1 1 1 здесь оплата заказа при получении вот так вот следующий безналичная оплата здесь мы можем так вот так вот и здесь выделяем оплата на сайте так отлично и теперь мы еще должны с вами скопировать вот этот заголовок ставить здесь обслуг у вас остались вопросы и сюда мы должны с вами ночью в одну ячейку ну в одну один столбец вставить форму vp forms в формс вот сюда и здесь нужно выбрать сейчас форму будет консультация расширенная граница тени объект расширенные внутри вот так обновить но опять же мы дизайн поправим все отлично теперь мы сохранились на гамбургер кликаем выйти в консоль и теперь нам нужно будет с вами настроить дополнительную страницу контакты